МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Толмачева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Сегодня будет много интересного, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Встречаем новый день вместе. И сегодня в нашей программе вы увидите. Плановая инспекция. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил ход ремонта жилого дома в Одинцове. Нюансы работы. На совещании в администрации муниципалитета обсудили деятельность бригад скорой помощи. Пресечение правонарушений. На вокзальной улице в Одинцове госавтоинспекторы провели массовую проверку водителей. В состязание сильнейших в Одинцовский округ на финал Всероссийской олимпиады по литературе приехали одаренные школьники со всей страны. Спорт вопреки. За тренировочным процессом людей с ограниченными возможностями здоровья наблюдал наш корреспондент. 88 лет назад, 15 мая 1935 года, открыли первую линию московского метрополитена. Она шла от станции Сокольники до Парка культуры с ответвлением на Смоленскую. Ее общая протяженность была чуть более 11 километров. Здесь размещалось 13 станций, 17 вестибюлей. Регулярно курсировали четырехвагонные поезда. Кстати, первоначально метрополитен столицы носил имя Лазаря Кагановича, железного наркома и отца московского метро. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем прямо сейчас в нашей рубрике. 15 мая 1867 года основали Российское общество Красного Креста. Во время Крымской войны в 1854 году великая княгиня Елена Павловна открыла в Санкт-Петербурге общину сестер Милосердия. Их готовили для работы в военных госпиталях осажденного Севастополя. Эта община стала прообразом общества Красного Креста. Россия – одно из первых стран в мире, где создали такую благотворительную организацию. Пять лет назад, 15 мая 2018 года, открыли Крымский мост. Идеи строительства переправы рождались еще в XIX веке. А 19 марта 2014 года Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта задачу построить транспортный переход через Керченский пролив. Сегодня Крымский мост общей протяженностью 19 километров – самый длинный не только в России, но и в Европе. 15 мая День осетинского языка и литературы отмечают как в Южной, так и в Северной Осетии. Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Он единственный преемник скифа-сармата-аланского языка. Также сегодня Международный день семей и Всемирный день климата. 15 мая родился советский писатель, драматург, гений литературного мистицизма Михаил Булгаков. При жизни писателя его пьесы запрещали к постановке, а повести и романы напечатали только в 1960-х. Сейчас же произведениями «Собачье сердце» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» зачитываются со школы. Также в числе сегодняшних именинников русский художник Виктор Воснецов и актриса театра и кино Светлана Светличная. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проинспектировал ход капитального ремонта жилого дома номер 34 по улице маршала Жукова в Одинцове. Строители сейчас выполняют фасадную теплоизоляцию. Рассказывает Екатерина Крамор. Совсем скоро многоквартирный дом номер 34 по улице маршала Жукова ждет обновление. Новый современный вид, а главное – комфорт для жителей. В феврале этого года здесь началась подготовка к работам по утеплению фасада с применением бескаркасной технологии с трехслойными утепляющими панелями. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков проверил ход капитального ремонта. С учетом той вентиляции, которая есть. Те каналы, с тем сечением. Вот это естественный приток. На сегодняшний день такая система утепления фасада является самой действенной и направлена на повышение энергоэффективных свойств самого здания. Все работы проводятся в соответствии с графиком. Также парламентарий осмотрел и внешний вид подъездов. Ранее здесь уже была отремонтирована входная группа, уложена напольная плитка и покрашены стены. А поддерживать подъезды в чистоте и порядке помогает присутствие консьержей, отмечают жители. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжаем знакомить вас с новостями округа. За какое время должна приехать скорая помощь? Каким оборудованием и медикаментами укомплектована машина скорой? В каких случаях могут отказать в выезде бригады первичного звена? Эти и другие вопросы обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Репортаж нашего корреспондента. Организация работы врачей первичного звена на территории муниципалитета стала основной темой обсуждения в рамках круглого стола, который прошел в администрации Одинцовского округа. В фокусе нашего внимания все те проблемы, которые возникают в системе здравоохранения. Подобные встречи стали традиционными. Жители могут задать вопросы по теме главе округа, профильным заместителям, представителям Центра управления регионом и общественникам. В качестве основного спикера в этот раз выступил главврач областной станции скорой медпомощи Сергей Попиянц. Ежедневно на линию выходит у нас до 37 бригад. В Одинцово выходит 24 бригады, 4 врачебные, 16 фельдшерских, 2 бригады антиллогии и реанимации, 1 детская бригада и 1 специализированная психиатрическая бригада. На Никольской и Голицынской подстанции выходят по 5 бригад. Это 2 врачебные и 3 фельдшерские на каждой. В Звенигородской подстанции выходит на данный момент в суточном режиме 3 бригады. 1 врачебная и 2 фельдшерские. Около 338 тысяч человек прикреплено к Одинцовской подстанции скорой помощи. По сравнению с прошлым годом количество вызовов увеличилось более чем на тысячу. В среднем каждая бригада выезжает на 11 вызовов в смену. А в автопарке насчитывается 43 автомобиля. Будет закуплено порядка 100 машин на Московскую область. Из них 5 единиц у нас пойдет новых машин на Одинцово. 4 в Одинцово, 1 в Никольске, Голицын и Звенигород. Сложности возникают в маршрутизации бригад. Второй год на территории региона действует программа «Скорая без границ», согласно которой Одинцовский округ входит во второе региональное объединение вместе с Красногорском и Истрой. Диспетчеры оценивают количество вызовов и направляют бригады в усиление. Наибольшая нагрузка сейчас приходится на Звенигородскую подстанцию. Здесь планируется сформировать дополнительно еще две бригады. Елена Краева, Олег Мещерский, Дмитрий Потапкин, телекомпания Одинцова. На восьмом международном турнире «Московские звезды УШУ-2023» подмосковные спортсмены завоевали 20 медалей – 5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых. Всего в соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из восьми стран мира. Рубрика «Новости региона» далее. С 1 июня в Подмосковье начинаются плановые отключения горячего водоснабжения. Такие меры необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных. Горячую воду станут отключать в соответствии с действующим законодательством с 1 июня по 31 августа не более чем на 14 календарных дней. Информирование жителей организовано на интерактивной карте коммунальных услуг. Более 31 тысячи человек посетили мероприятия, посвященные Дню Победы в подмосковных парках. Там прошли акции «Георгиевская ленточка» и «Добрые письма», в рамках которых участники получили от волонтеров символ Победы. А дети написали послание и сделали рисунки для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО. Также родители вместе с детьми своими руками смастерили открытки для ветеранов, попробовали полевую кухню, посмотрели фильмы и фотографии военных лет, послушали выступления духовых оркестров. Десять новых аппаратов ультразвуковой диагностики поступили в медорганизации Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту здравоохранения и программе модернизации первичного звена. Ультразвуковая диагностика позволяет обнаружить множество заболеваний, в том числе различные новообразования. В прошлом году было поставлено порядка 150 таких аппаратов. В этом более 180 единиц на сумму свыше 1 миллиарда рублей. УЗИ-диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС. Направление на нее выдается лечащим врачом при наличии у пациента медицинских показаний. И вновь к новостям у округа. На вокзальной улице в Одинцовье госавтоинспекторы провели массовую проверку водителей по выявлению нарушений правил перевозки детей. Мероприятие прошло в рамках профилактического мероприятия «Детское кресло». Екатерина Крамор с места событий. Если в машине маленький пассажир в возрасте от 7 до 11 лет включительно, то перевозить его следует только с использованием детских удерживающих устройств. Об этом водителям напомнили сотрудники окружной госавтоинспекции. На вокзальной улице в Одинцовье инспекторы провели совместный профилактический рейд «Детское кресло» вместе с коллегами из 10-го батальона. Общаемся с водителями на тему перевозки детишек. Они должны быть пристегнуты ремнем безопасности, находиться в детском кресле. Также в предыдьях летних каникул постоянно предупреждаем, что родители должны быть на чеку, постоянно контролировать перемещение своего ребенка в автомобиле. В ходе рейда сотрудники госавтоинспекции раздали водителям специальные памятки и световозвращающие элементы для детей. В округе подобные профилактические мероприятия проходят регулярно. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. 20 мая в Москве пройдет культурно-познавательная акция «Ночь в музее». Свои двери откроют выставочные пространства Москвы, галереи, библиотеки, а также парки и театр. Большая часть событий начнется в 19 часов и продлится до полуночи. Отдельные площадки станут работать по собственному расписанию. На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация на сайте акции. О других новостях столицы смотрите прямо сейчас. Столичные колледжи проведут в мае дни открытых дверей. Юные москвичи смогут не только увидеть работу образовательных учреждений, но и познакомиться с преподавателями, а также принять участие в различных мастер-классах. Реставрация Московского дворца пионеров на Воробьевых горах выполнена на 40%. Зданием вернут исторический облик и архитектурно-художественное оформление. В помещениях частично меняют перекрытия, делают новую стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы. На крыше интерактивного музея «Лунариум» в московском планетарии после зимнего перерыва открылся парк «Небо». Здесь собрали приборы, которые позволяют отслеживать астрономическое положение Солнца, Луны, планет и звезд над горизонтом Москвы. Среди экспонатов необычная коллекция солнечных часов от гигантских площадных до компактных садово-парковых. Далее в программе. Состязания сильнейших. В Одинцовский округ на финал Всероссийской Олимпиады по литературе приехали одаренные школьники со всей страны. Спорт вопреки. За тренировочным процессом людей с ограниченными возможностями здоровья наблюдал наш корреспондент. Новости онлайн. Что пишут в соцсетях о событиях в округе, расскажем в нашей рубрике. 300 одаренных школьников со всей страны приехали в Одинцовский округ на финал Всероссийской Олимпиады по литературе. Гуманитарный кластер в гимназии также посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Гости поддержали ребят, оценили работу учебного учреждения и перспективы развития сферы в целом. Кластерные учебные учреждения – новое слово в системе образования. Такая модель управления позволяет вывести качество и доступность образовательных услуг на принципиально новый уровень, а также развивать таланты одаренных детей, отметил губернатор Подмосковья. Кластерный подход, система флагманских школ – это то, что дает нам возможность повышать качество образования, а нашим ребятам – реализовать себя и проявить свои знания в том, что им интересно. На базе гуманитарного кластера в гимназии Одинцовского округа состоялся заключительный этап Всероссийской Олимпиады по литературе. На финал главного интеллектуального конкурса страны приехали 300 одаренных школьников со всей России. 17 ребят были из Подмосковья. Глава региона и министр просвещения Сергей Кравцов посетили школу, оценили работу центра и пожелали удачи юным знатокам. Мы вам желаем успехов, удачи. Вы большие молодцы. Так держать. И прославляйте нашу страну, нашу Россию замечательную. Сегодня в Подмосковье успешно реализуются уже несколько инновационных флагманских школ, а также намечены амбициозные планы по развитию этой сферы. У нас три центра, которые готовят детей. Это гуманитарные. Мы здесь находимся, в Примаково. Есть из тех лицеев, в Капице, это Долгопрудный. Еще один открываемый центр подготовки и образования, где в том числе можно будет проживать, получая среднее. Образование – это технолицей долгих. Это и кибернетика, и программирование, робототехника. Все то, что тоже сегодня востребовано. Кластерный подход уже сегодня дает видимые результаты. В прошлом году Подмосковье заняло второе место в общекомандном зачете по итогам Всероссийской Олимпиады школьников. 309 победителей и призеров. А в этом году уже 334 диплома. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Одна из спортивных дисциплин физкультурно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов «Одинец» – стрельба из лука. Тренировки проходят на базе 1-й Голицынской школы 6 дней в неделю. Участники секции – взрослые мужчины с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что не мешает им завоевывать призовые места на самых престижных паралимпийских соревнованиях. В клубе «Одинец» Алексей занимается стрельбой из лука уже два с половиной года. За этот недолгий, казалось бы, срок успел достичь серьезных результатов. Серебро на чемпионате России и две бронзовых медали на чемпионатах Московской области. В этот спорт Алексей пришел по зову внутреннего голоса. Ему приснилось, как он натягивает тетиву и целится в мишень. Сегодня мужчина тренируется по четыре часа ежедневно и уже не представляет свою жизнь без лука. Это концентрация. Вообще, это, наверное, самый, если не ошибаюсь, нервный вид спорта. То есть он сосредотачивает, он отрекаешься от всего, когда стоишь на рубеже, и ничего тебя не беспокоит, только ты, лук, мишень. В физкультурно-оздоровительном клубе «Одинец» занимается шесть лучников с заграниченными возможностями здоровья. Трое из них – мастера спорта международного класса, остальные – мастера спорта России. Стрельбой может заниматься практически каждый. Главное – желание. В частности, естественно, у нас все завязано, но на верхнем поясе конечностей, и это основные руки. Но есть спортсмены в России, которые полностью отсутствуют руки и стреляют ногами. Так что, в принципе, как таковых ограничений у нас по занятию этим видом спорта нет. Тренировки проходят шесть дней в неделю по четыре-пять часов. Нагрузки нелегкие, но нормированные, где каждый должен выполнять свою обязательную программу. Стреляют как из классических луков, так и из блочных – более точных, быстрых и технически сложных. Для спортсменов подбирают снаряжение и оборудуют специальными элементами, учитывая их физические особенности. Мы сталкиваемся с тем, что каждый спортсмен с ограниченными возможностями имеет свои особенности травмы. И в этом и как раз и заключается основная сложность работы с ними. Потому что нужно подбирать либо спецсредства какие-то, чтобы их как-то обмундировать, сделать анатомические какие-то элементы, чтобы спортсмену было комфортно работать, именно стрелять из лука. Игорь в этом спорте 9 лет и уже многого достиг. Призовые места на чемпионатах мира, Европы и России, а также множество областных соревнований. Травма шейного отдела позвоночника не стала преградой, так как у него адаптированное снаряжение. В блочном луке есть подразделения на классы. То есть, допустим, у меня класс W1, это самый низший. Потому что у меня специфика травмы, у меня шейный, перелом шеи. То есть это поражение трех и более конечностей. Соответственно, я стреляю из блочного лука, но с некоторыми, так сказать, поправками. При благоприятной погоде тренировки проходят на улице. В остальное время в физкультурном зале Голицынской СОЖ номер один. Занимается вместе с ребятами из Одинцовской спортивной школы. Эту практику ввели недавно, но она оказалась удачной как для возрастных лучников с ограничениями здоровья, так и для подростков. Дети, которые первый раз видят, сталкиваются с этим, они как-то смущаются. И в этой ситуации, когда они вместе, они больше социализируются. То есть они понимают, что это такие же обычные люди. С ними также приятно общаться и получать какой-то жизненный опыт. Спортсмены клуба «Одинец» могут не только поделиться жизненным опытом и стрелковым мастерством, но и научить радоваться жизни и идти к своей цели, несмотря на трудности и преграды. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». И к новостям России. Самолет, летевший из Уфы, экстренно сел в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. На борту летели 73 пассажира и 6 членов экипажа. Посадка прошла благополучно. В результате никто не пострадал. Но по факту происшествия проводится проверка. О других новостях России расскажем прямо сейчас. Лето 2023 года в столице будет немного засушливым, но умеренным по температуре. Такой прогноз дал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ожидается, что в Центральной России температура летом будет в среднем на 1-2 градуса выше климатической нормы. Дефицит осадков составит около 10% за три месяца. В основном в начале и в конце сезона. Плюс 40 в столице ждать не стоит, подчеркнул синоптик. Олимпийская сборная российских школьников по химии завоевала 7 золотых медалей, 2 серебряных и 1 бронзовую на 57-й Международной Менделеевской Олимпиаде. Таким образом команда заняла первое место в общем зачете золотых медалей. Самому старшему жителю блокадного Ленинграда исполнилось 108 лет. Родился он в 1915 году. В России сейчас проживает более 58 тысяч блокадников в 83 регионах страны. По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольги Баталиной, учитывая такую широкую географию проживания, празднование 80-летия снятия блокады будет общенациональным праздником. 21 мая в Одинцове в седьмой раз состоится фестиваль робототехники и технологий. Здесь будет форум разработчиков с рядом новшеств. И впервые соревнования роботов пройдут сразу в девяти категориях. О чем еще пишут в социальных сетях округа, узнаем прямо сейчас. На площадке Одинцовского кампуса МГИМО открылась передвижная стендовая выставка «Святой благоверный князь Александр Невский, небесный покровитель русских императоров». Экспозиция рассказывает о жизненном пути Александра Невского, выдающегося полководца, правителя и дипломата, небесного покровителя трех русских правителей – Александра I, Александра II и Александра III. Об этом сообщает телеграм-канал Иванов Лайф. В этом году в округе откроют 108-летних кафе. Также уже заключили 16 договоров на размещение мобильных объектов, таких как автолавки, фудтраки. Такой формат торговли востребован у жителей, в округе его готовы максимально развивать и поддерживать. В частности, в этом году увеличат ассортимент продукции за счет ягод, меда, снеков и мясной гастрономии. Об этом сообщает телеграм-канал Иванов Лайф. В этом году 29 малых населенных пунктов Подмосковья подключат к высокоскоростному интернету в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Среди них деревня Ямщина Одинцовского округа. А к 2030 году планируют провести интернет во все населенные пункты страны, где живет от 100 до 500 человек. Об этом рассказывают в телеграм-канале Одинцова оперативно. И к новостям мира. В американском городе Айова сандалии спасли жизнь американке, в которую попала молния. 20-летняя Амбер вышла из машины на парковке супермаркета, когда в металлические тележки всего в полутора метрах от нее ударила молния. Девушка упала на землю и потеряла слух, а ее ноги онемели. Однако на ней были сандалии с толстой резиновой подошвой, которые сработали как электрический изолятор. В итоге американка отделалась легкими ушибами и испугом. О других новостях мира узнаем прямо сейчас. В США пропавшую без вести собаку нашли спустя 6 лет в 756 километрах от дома. Питбуль по кличке Шеф сбежал в 2017 году, когда ему было полтора года. Хозяйка собаки из города Атланта безуспешно пыталась найти Шефа все это время. В этом году собаку нашли бродящей у озера в округе Уэйн, штат Западная Вирджиния. Местные жители отвезли Питбуля в приют, где в его холке нашли микрочип с контактной информацией хозяйки. Так сотрудникам приюта удалось с ней связаться. Совсем скоро блудный пес вернется в семью. Во Вьетнаме умерла последняя самка редчайшего вида священных черепах. Теперь в мире осталось только два ее сородича. Причем оба они самцы. Один живет в озере Суангхань во Вьетнаме, а второй в зоопарке китайского города Су Чжоу. Специалист по охране природы заявил, что для спасения черепах от полного исчезновения можно применить технологии клонирования. Во Вьетнаме собираются ввести обязательную идентификацию всех пользователей интернета. Государство сделает регистрацию на специальной платформе, без которой нельзя будет выйти во всемирную сеть. Это означает, что все, кто хочет пользоваться социальными сетями, должны будут зарегистрироваться на этой платформе. По словам заместителя министра информации Вьетнама, это связано с борьбой с киберпреступниками и распространителями вредной для страны информации. Однако многие пользователи социальных сетей опасаются, что это может привести к нарушению прав на свободу выражения и приватности в интернете. И о погоде. По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 21-23 градуса выше нуля, ночью около плюс 14. Ветер северный 24 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 29%. Геомагнитное поле спокойное. Итак, наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях, которые произошли в нашем Одинцовском округе, смотрите в информационном выпуске в 8 часов вечера. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. С новостями молодежной редакции можно ознакомиться в телеграм-канале про молодежь. А с вами были Полина Толмачева и Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»